Уважаемые коллеги, друзья, хочу поблагодарить организаторов конференции за столь серьезное и профессиональное мероприятие. Надеюсь, все мы получим необходимую информацию, необходимые мысли, необходимые идеи для нашей дальнейшей работы, для нашего дальнейшего осмысления темы, которую мы изучаем и которая даже по прошествии 70 лет окончания Второй мировой войны до сих пор вызывает огромное количество вопросов. Итак, если говорить об основном тезисе моего выступления, убивали нормальные люди. Убивали в основном нормальные люди, которые нормально, если так можно сказать, жили до войны, потом нормально жили после войны. И как мне с грустью рассказывал мой добрый друг, профессор университета Торонто Наум Соланский, первый раз ему спасли жизнь в 1941 году, когда немецкие солдаты прекратили массовые стихийные погромы в Каунасе. И таким образом шестилетний ребенок получил первый шанс в жизни, ему пришлось от судьбы получать несколько таких шансов, чтобы в конце концов он всю свою жизнь прожил долго и достойно. Итак, каковы же были основные причины того, почему соседи становились убийцами? Если рассматривать нацизм как некую заразную болезнь, как некую бациллу, нужно понять, что она провоцировала заболевание у значительной части общества. Так каким же образом вызывалось это заболевание? Ну, во-первых, это активная нацистская пропаганда. Она велась многоаспектно и совершенно в разном ключе. Если вспомнить известную книгу Казанцева «Третья сила», там приводится следующий эпизод. В 1941 год обкатывается содержание листовок на различных людях для того, чтобы понять, насколько та или иная немецкая листовка будет принята теми людьми, которым она адресуется. И если верить Казанцеву, одна из самых известных немецких листовок 1941 года, «Бей, жида, политрука, рожа просит кирпича», была признана неудачной. Почему? А потому что у части читателей она вызывала брезгливость, а у другой части, кстати, наименее образованной, она понималась буквально, что нужно бить, но никак не убивать. Если мы с вами откроем коллаборационистские газеты, которые выходили на оккупированные территории, будь то «Псковская газета за родину», будь то «Орловская речь», будь то «Смоленский новый путь», что мы видим? Мы видим то, что для любой категории читателя обязательно найдется что-то свое. Для примитивного читателя азбука Ваньки Жукова «А» – «Абрамчикам пришел капут», «Абрамчики в Сибирь бегут» и далее до буквы «Я». Для человека религиозного статьи Протерея Шиловского, в которых сей представитель Русской Православной Церкви убедительно доказывает, что Христос был предан евреями, распят евреями, и, следовательно, вот это самое проклятие висит над еврейской нацией еще с начала Рождества Христова. Для людей, псевдофилософствующих, выдержки из протоколов сионских мудрецов, анализ данного произведения, для людей, которым хотели напомнить о якобы привилегированном положении евреев в Советском Союзе, статьи Сергея Широкова, кстати, бывший корреспондент и автор журнала «Мурзилка», который весьма подробно описывает, о привилегированном положении евреев в Советском Союзе. Ну и, конечно, самое главное обвинение, в котором должны были убедиться люди на оккупированных территориях, о том, что вообще эта война была развязана по инициативе евреев, о том, что они являются нацией-паразитом, вне зависимости от того, где они живут, в Советском Лесоюзе или в Америке и Великобритании. То есть еще известная карикатура «Два лица зла» – еврей-комиссар и еврей-капиталист. Ну, другая карикатура из Псковской газеты «За родину» – у рабочих и крестьян керосина не хватает, потому что Сталин не вскачает для буржуев англичан, у буржуина-англичанина соответствующая семитская внешность. Вторая проблема – почему соседи становились, если не убийцами, то, по крайней мере, созерцателями. Это отделение евреев от общей массы населения. Если в Смоленске было образовано гетто, садки, то в ряде русских городов, там, где еврейское население не составляло значительной части, создавались дома-гетто. Например, в Орле несколько домов на территории этого немаленького города были расселены, и компактно в них под охраной переводилось скучно все еврейское население. Причем, что общего? И в Смоленске, и в Орле дается какое-то очень короткое время на переселение. Не разрешается пользоваться никаким транспортом. В Орле даже не разрешали, в отличие от Смоленска, пользоваться тележками. То есть то, что сможешь утащить в руках, это твое, твои какие-то вещи. При этом полицаи, дети какие-то стояли по пути движений несчастных, кидали в них камни, кричали оскорбления. Здесь мы видим стремление нацистов представить евреев в виде неких мальчиков для битья, людей второго сорта, над которыми можно как-то поизгаляться, над ними можно издеваться. Сейчас это право. В Смоленске сразу же после того, как город был оккупирован, главный врач Ефимов Смоленского городского управления издал следующий приказ о том, что во время осмотра больных мужского пола в обязательном порядке, вне зависимости от заболевания, нужно указывать, присутствует крайняя плоть или отсутствует крайняя плоть. Если она отсутствовала, в любом случае, может быть, это было обрезание по медицинским показаниям, нужно было сообщать немцам, ну а уже немцы сами принимали решение, будут они уничтожать этого человека или нет. Еще одна причина – это ревность к профессионалам. И здесь тоже пример из города Смоленска. В 1945 год доктор Раевский арестован и дает показания в соответствующей организации. О чем он говорит следователю? Он говорит о том, что он не хотел выдавать свою коллегу-венеролога Анну Захаревич. Но в чем беда? Беда в детях. В чьих детях? В детях доктора Раевского. Они хотят есть. А доктор Захаревич, к сожалению, оказался слишком хорошим врачом, имеющим в том числе и, ну скажем так, тайных клиентов из числа немецких солдат, которые, заболев соответствующим заболеванием, не хотели это афишировать. И когда смотришь показания Раевского, вы знаете, вот такое чувство, что человеку стыдно. Он набедокурил. Он окно разбил, он слово плохое на доске написал. Но не больше. Потому что его же голодные дети, его хлеб, который уходит из его семьи, он в конечном счете и заставил заявить, заставил, чтобы доктор Раевский заявил о том, что он немецкому офицеру Дезе рассказал, как о еврейке. Однако я цели предательства Захаревич не преследовал. В данном случае я просто хотел обеспечить себе работу по специальности. Четвертая причина – стремление улучшить свое материальное положение. Сколько вещей из разграбленных еврейских домов потом чудом выжившие обнаруживали у своих соседей. Но понятно, что здесь подобное деяние никоим образом наказываться не могло, поскольку те же самые соседи могли сказать, ну ты меня должен еще благодарить. Я твою вещь спас, я взял ее на сохранение. Вот, ну ладно, можешь забрать, раз это твоя вещь. Но иногда случаи бывали еще более фарсовые, траги фарсовые, конечно. Итак, 41-й год, Смоленск, коммунальная квартира. Соседи наносят на соседей о том, что они евреи. Комната освобождается, и коммунальная квартира превращается в квартиру индивидуальную. Естественно, далее квартира обмывается, поскольку вот получили новую комнату, и тут возвращается соседка, еврейская девочка 9 лет, которая пряталась где-то у подруги в то время, когда ее родители забирали. Ну, естественно, находясь в стадии алкогольного опьянения, люди немножечко расчувствовались, пожалели сиротку, и попытались ее спрятать где-то у родственника в деревне. Но, кстати, я так понимаю, с точки зрения Ядвашем, они поступили как праведники, потому что с риском для жизни они спасают еврейскую девочку. Правда, то, что она осиротела за несколько часов до этого, благодаря вот этим самым соседям, увы, это уже другой факт, но относящийся к одному и тому же вопросу. Но, к сожалению, по делу не видно о судьбе этой девочки, почему-то следователя информация о ней, ну, в общем-то, не заинтересовала. Больше, конечно, его заинтересовал факт предательства, но не сколько соседей евреев, а соседей коммунистов. Здесь, как вы понимаете, немножечко другой состав преступления. Следующее. Стремление показать себя законопослушными по отношению к распоряжениям новой власти. Ну, вот коллега Симкин обнаружил в Вашингтоне, в музее Ядвашем, следующий факт о том, что в Киеве в 1941 году мальчик, который после расстрела выбежал, смог выбраться из рва, прибежал домой, его встретила соседка, его жалела, плакала, накормила, попросила, чтобы он никому ничего не говорила, сидел тихо, а сама побежала в полицию для того, чтобы сообщить о выжившем. Вернувшись, постерегла, пока не приехала под воду с немцами. Ну, вот, пожалуйста, человек пытается показать законопослушность по отношению к распоряжению к новым властям. И, наконец, еще один сюжет, о котором мы обязаны говорить, но здесь мы уже говорим не о людях нормальных, а о людях ненормальных. Это возможность реализовать свои садистские наклонности. Как в городе Порхове каратель Вася Скобарь забивает палкой несколько человек со словами, что на евреев ему пуль жалко, однако это не мешает Василию Васильевичу Васильеву по кличке Скобарь после войны оказаться в Торонто в Канаде, спокойно заниматься бизнесом, автоперевозками и скончаться в своей постели в конце 80-х годов прошлого века. В этом отношении его земляку Михаилу Сердитову из города Опочка повезло меньше. Этот человек до войны работал охранником. После начала войны пошел в полицай. И в начале 42-го года, причем по делу видно, что этот факт подтверждают десятки свидетелей, Сердитов и его коллеги полицейские вели около ста мирных жителей еврейской национальности, в том числе женщин и детей. Этих людей отвезли в лес и расстреляли. В акции принимал участие Сердитов. Но что интересно, свидетель Иван Николаевич Чернов показывает, что в феврале 42-го года у него скрывалась десятилетняя девочка-еврейка, которая убежала с места расстрела. Сердитов схватил ее за ножку и, держа вниз головой, на виду всего городка, отнес к расстрельному рву, где и убил. В 45-м году Сердитов был арестован, а 30 сентября 1945 года он был осужден к высшей мере наказания, расстрелян. Однако в 1998 году родственники Михаила Сердитова, в частности его дочь, обратились с требованием о его реабилитации, как невинной жертвы проклятого сталинского режима. В реабилитации Сердитова было отказано, поскольку понятно, что иначе и быть не могло. К сожалению, когда я говорю о последней категории нелюдей, что видно? Не знаю, насколько Сердитов смог бы себя реализовать после войны, однако сам факт того, что упомянутый Василий Васильев смог после войны прожить еще более 40 лет, говорит о том, что те люди, которые были свидетелями, очевидцами, пособниками, а иногда и непосредственными исполнителями, после войны смогли как-то вписать себя в реалии повседневной жизни. И, быть может, сейчас, когда Европа, когда мир стоит перед угрозой очередных вызовов, мы должны понять, что вот эта самая трагедия Холокоста, она вполне может повториться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.